Реклама, пиар, марк для меня не смущает. Это законы рынка. Я всегда боюсь людей, которые говорят, что у меня есть идеи. Становисы начали гнать. Куда он делал деньги, если не заплатил людям? Оценка продюсером проекта. Канал точно знает, что ему нужно. Хороший проект на самом деле работает везде. Времена настали другие. Всем привет, это видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. В этом выпуске мы будем разговаривать с Асель Таяновой, продюсером телевизионного канала «31 канал». И сейчас она работает в кинокомпании «Кастель и продукт», которая занимается прокатом кино. Мы будем говорить о сериалах, о телевидении, как попасть на телевидении, о том, какие сериалы нужно делать. И, я надеюсь, поговорим о том, что такое прокатное кино в Казахстане. Сначала, Асель, если можно, расскажи, пожалуйста, как ты вообще, условно говоря, попала на телек? Как это произошло? Я работала в журнале. Ты жил факт? Да, я закончила КАЗГУ, я закончила факультет журналистики. Потом я долгое время работала, ну как долгое время, четыре с половиной года работала в периодике. Потом, и это был такой бум как раз, реклама, пиар, маркетинг, 2007-2008 год, столько было денег. И к нам очень много приходили рекламодатели, пиарочки, маркетологи. И я понимала, что я хочу. Я для себя поставила такую задачу, что я хочу работать в пиаре или в маркетинге. Либо, я говорю, либо на телевидении. И тут один мне звонит HR 31 канала и говорит, вот, мы хотели вас пригласить на собеседование. Я работала в департамент маркетинга, в отдел промо. Они говорят, вас не смущает, что вы будете получать меньше? Меня не смущает. И вот мы начали работать через полгода. Я перевелась в пиар. Тогда не было такой вакансии. Они открыли под меня вакансию. Я начала работать пиар-менеджером. Потом это было маркетинг. Я отвечала за внеэфирное промо. И через какое-то время мне руководство канала предложило перейти в производство и стать исполнительным продюсером 31 канала. Так началась производственная деятельность. То есть началась твоя неспокойная жизнь. Неспокойная жизнь, да. Маркетинг. Ну, я и пришла, конечно, из журналистки в маркетинг. То есть это было внутреннее перемещение? Это внутреннее перемещение, да, внутренний рост. Да, сейчас ты занимаешься, то есть сейчас ты ушла с канала, да, занимаешься кино. Да, я сейчас работаю в кино. Я благодаря Нурлану Коэмбарду я окунулась в эту киноинеструю. Костелепродукт. Да, костелепродукт. Я занимаюсь пиаром в этой компании. Также параллельно моя телевизионная деятельность, она не закончилась. Я сотрудничаю и работаю с телеканалом Алматы. Я по контенту советник генерального директора. Ну вот наш канал, он на самом деле больше о сериалах. Мы сейчас провели 4 интервью где-то с продюсерами, руководителями продакшн студии. И часто затрагивали такую сторону, как вот на каналах, вот так происходит и так далее. Ну если не сволочи, то да. Но я так понимаю, как и у любого явления, есть какая-то вторая сторона. И поэтому я хотел тебя пригласить. Тем более ты уже сейчас не работаешь на канале, можешь быть более откровенна. Первый мой вопрос. Как ты думаешь, если смотреть на твоих коллег на других каналах, например, да. Ну если сделать какой-то обобщенный, не конкретно о тебе, а если бы делать обобщенный вывод, как люди становятся продюсерами именно внутри канала. То есть не продюсером, который работает над проектами, а люди, которые работают на канал и курируют проекты, ну те же там сериальные. Откуда эти люди попадают, например? Какая такая, скажем так, банальная история, как это происходит? Больше всего, конечно, приходится производство. Производство. В любом случае, да. Потому что когда человек ищет, ой, канал ищет специалиста в производственное дело, он ищет человека с опытом производства, чтобы было легче работать с продакшн-компанией, чтобы всю внутреннюю кухню знали. Бывает, вырастает из журналистов, из маркетологов, как я. Но это человек, когда знает кухню всю канала и так или иначе связан с производством, то они потихоньку становятся продюсерами. Больше всего, я сейчас вспоминаю департамент, над которым я работала, в котором я работала, это все производственники. Производственники. Да, все линейные наши продюсеры, они пришли к нам с производством. То есть они когда-то что-то снимали? Они когда-то работали в продакшн-компаниях, они были линейными продюсерами, были редакторами, были исполнительными продюсерами. И в какой-то момент мы с ним познакомились, предложили, и они приходили на канал. Смотри, я сейчас выдвинул одну версию, а ты скажи мне, правильно я думаю или нет. Мне так кажется, опять-таки обобщенно, что часто происходит такой процесс. Получается, люди работают, они получают компетенцию. Вот мое наблюдение на многих каналах. Они получают компетенцию, условно говоря, через несколько лет, это люди, которые достаточно хорошо разбираются, потому что они уже совершали какие-то в том числе ошибки, удачи, у них большой объем, условно говоря, сериалов прошло через их процессы. И когда уже достигается, грубо говоря, точка, когда они уже очень хорошо разбираются, условно говоря, в этом, либо они становятся руководителями, которые уже не занимаются операционной работой, а занимаются каким-то большим менеджментом, я не знаю, чем-то там еще. Либо они уходят, создают какие-то собственные студии, либо они, например, ходят в большое кино, скажем так. И вот этот короткий период человека, когда он, условно говоря, на своем месте хорошо делает свою работу и обладает нужной компетенцией, которой, опять-таки, будем честны, ее на самом деле не так много, потому что в продакшн-студии, они каждый в своем пытаются достичь этой компетенции просто за счет количества. А вот как ты думаешь, правильная моя версия или нет? Конечно, абсолютно правильная версия. Это законы рынка, потому что люди растут, и они с годами начинают понимать, что они выросли, они хотят, чтобы им, ну, они хотят больше зарабатывать, они хотят больше полномочий, заниматься больше делами, там, быть уже главнее, там, согласовывать с нами. они уже не хотят просто, как бы быть линейным продюсером, это, как бы, обычный человеческий. Да, но есть же у этого другая сторона, то есть, когда уходит другой человек, приходит новый. Конечно, конечно. И каждый раз, я вот для себя это называю так, я прихожу, я вижу очередную девушку, которая хочет снимать Игры пистолов, ну, в Казахстане, либо там ей нравится очень теория большого взрыва, или большая маленькая ложь, и она считает, что вы непременно должны это сделать. Я всегда боюсь людей, которые хотят что-то большое сделать, или говорят, у меня есть идеи, я хочу снять сериал. Я всегда боюсь этих людей, потому что продюсеры на телеканале, это все-таки больше люди, которые не за творчество, ну, за творчество в том числе, но больше за какое-то, за продюсирование такое, чтобы все было правильно, чтобы продакшн был правильный, чтобы режиссеры, редакторы, чтобы сценаристы, чтобы не ушли никуда, что изначально задача канала, которая была дана, она чтобы была правильно выполнена. И, конечно, сценарий считывает, ну, от спроса линейного продюсера спрос продюсерчка, почему сценарий такой, сценаристы начали гнать, или там еще что-то. Поэтому он вынужден читать сценарии. Со временем, конечно, когда ты прочитаешь уже 5 хотя бы сценариев по 20 серий с переделкой, это как минимум каждый сериал ты читаешь 3 раза, ты не более начинаешь понимать, правильно, неправильно, какие-то формулы вырисовываются. Количество переходит в качество. Конечно, количество переходит постепенно в качество. И через какое-то время, через уже 10 сериалов, продюсер начинает думать, почему я могу снять такой же сериал сам. Тем более, он начинает думать, я знаю сценаристов, я знаю редакторов, я знаю режиссер, все. Я могу брать и производить сериал, а то он уже тут сидит и распределяет эти сериалы. И в этот момент руководство телеканала должен придумать, либо он растит этого человека, дает ему больше позиции, больше зарплату или больше возможностей. То есть он начинает из него взращивать своего in-house production. Говорит, вот мы тебя растили, вырастили, теперь, пожалуйста, производи для нас сериал. Ну, это такой разговор. Но это же опять-таки, мы говорим обобщенно, но получается, в общем-то, мы говорим только об одном канале. по сути, в частном канале. Да, ну, я имею в виду в Казахстане, потому что, ну, частный канал, который именно действует таким образом, скорее всего, он, ну, там, один. Возможно, у меня же опыт только. Ну, чтобы было понятнее, расскажи, пожалуйста, какая это структура, то есть канал, да, то есть, правильно понимаю, есть руководитель, условно, там, генпродюсер, да, есть исполнительный продюсер, у которого все проекты собственного производства. Собственное производство, на всех случаях уточняем. У меня в комментариях писали некоторые вещи, вы говорите и, ну, непонятно, что это такое. Собственно, производство, это не означает, что делает канал, это означает, что они могут заказать, ну, это считается тоже, что делает канал. Отечественное производство. то есть, ну, они заказывают и делают специально для этого канала, да, скажем так. То есть, исполнительный продюсер курирует все проекты, которые делаются специально для него, скажем так, да, а потом уже... Есть линейные продюсеры, которые курируют каждое направление. Есть там развлекательные шоу, есть сериалы, есть там большие шоу, ситкомы и так далее, и каждый линейный продюсер есть координатор, который все это дело документально все оформляет. Чем занимается исполнительный продюсер на канале? Он занимается в первую очередь бюджетированием, определением совместно с генеральными продюсерами, с программным директором, что хочет канал. И когда вот здесь продакшн, надо сказать, когда продакшн приходит и говорит, у нас есть идея, это не всегда канал приветствует, потому что канал сам знает, что нужно его зрителю, что хочет его сетка, что нужно. И поэтому канал в принципе знает, что он хочет, там если он хочет ситком, он точно знает, что ситком про мамочек, ситком про папочек или ситком про студентов. И линейный продюсер от начала, вот пришел продакшн, мы его выбрали, заключили договор, с этого момента линейный продюсер до сдачи проекта в архив курирует этот продакшн от А до Я. Вычитывает сценарий тоже? Вычитывает сценарий обязательно, смету проверяет, вычитывает сценарий, потом принимает, утверждает, участвует в утверждении кастинга съемочной группы, там у нас были случаи, когда мы говорили, что мы с этим редактором не согласны, нас не устраивает, пожалуйста, поменяйте редактора. И там мы хотим, предлагает свои варианты, там режиссера и так далее. После этого съемочная площадка, промо, участие в маркетинге, приглашение. Такой, как если маркетинг, он такой аккаунт-менеджер, скажем так. Он приглашает и внешние промо, внутренние промо, после этого принимает видеоматериал, принимает линейный продюсер, от него очень много зависит. Первый отсматривает программу линейный продюсер, он дает свои комментарии, переделает, перекрасит, переозвучит, только после этого переходит к нам, мы смотрим и проект выдается в эфир. Дальше тетрование, проверка тетрования, все, от начала до конца, до сдачи в эфир, это отвечает линейный продюсер, это полная ответственность линейного. Ну вот у меня опять-таки, скажи, может быть, это заблуждение. У меня такое ощущение, что вот, например, есть исполнитель-продюсер, линейный продюсер, у меня ощущение, что, например, так много менеджерской работы внутри у продюсеров, ну, по сути, это же менеджеры, что, например, нормально вычитывать сценарий, мне кажется, ну, не у всех есть время для этого. Ну, например, может ли, например, вот ты являешься исполнительным продюсером, например, линейный продюсер, скажем так, вычитал сценарий, ну, можете ли вы о чем-то спорить, для этого тебе нужно тоже прочитать, грубо говоря, сценарий. Конечно, я обязательно читаю сценарии. Все ключевые проекты я читаю сценарии, все сериалы, все телевизионные проекты, большие, мега-шоу, конечно, ну, вот маленькие программы я уже участвовала в обсуждении концепции, участвовала, а сериалы, конечно, вычитывала. И у вас там была обязанность, что вы должны все-все-все-все. Я не знаю, просто, может быть, количество, объем производства разного, например, я там плохо представляю, вот там, ну, знаешь, на госканалах, там весной снимаются. Да и на госканалах людей больше. А, там количеством людей-то. Количество людей же больше, принимающих, участвующих. Мне просто кажется, что легче делать редактора, который сериалом занимается, углубленно. Ну, вот то, что ты говоришь, 10 сериалов прочитал, потом знаешь, как это. Редактора нанимают всегда, опося на канал. Да, почему? Я считаю, что если мы, в чем заключается работа руководителя департамента производства программ? Правильно выбрать продакшн. Это самое важное. Правильно выбрана идея, правильно выбрана продакшн. Продакшн – это продюсер и редактор. И когда ты правильно выбрал продакшн, ты ему платишь деньги, ты поверил их сценаристу, их редактору, а потом ты не можешь, ну, у него зарплата выше у этого редактора, сценариста, он компетентнее, у него опыта больше. Да. И ты нанимаешь редактора, условно говоря, на 200 тысяч деньги. Человек, который сидит только у тебя, только читает сценарий. Он не может редактировать работу сценариста или редактора, который компетентнее, который опытнее, который… Ну, то есть опять вопрос того, что компетенция, да? Конечно. То есть такого человека, ну, нету, да? Такого человека не то, чтобы нету. Этот человек не будет работать на канале, на зарплату, вычитывать сценарий. То есть такие люди на рынке есть, но они стоят… То канал, скорее всего, не сможет себе позволить такого высокого специалиста, чтобы он сидел у него на зарплате. Вопрос же только в этом. А так, конечно, всем хочется иметь и главного редактора, и того, и другого, и за сценарий, чтобы каждый отвечал. Но, к сожалению, реалии рынка совсем другие. Поэтому всегда очень важно при выборе продакшна знакомиться с редактором и сценаристом, чтобы он был адекватным, что ты ему веришь, что он дорогостоящий, что он опытный. И дальше уже ты, как бы, раз ты доверился этому продакшн, ты веришь этому редактору и сценаристу. А полинейный продюсер, он же проверяет, что все те моменты, которые ты проговорил, договоренности, все ценности канала, все ожидания аудитории, они учтены. Он не может сказать, что здесь линия что-то не очень, линия не раскрыта. Потому что не хватает компетенций. Он не писал сценарий, он не сценарист, все, он продюсер. Но ты еще раз подтверждаешь, знаешь, вот эту гипотезу о том, что люди, когда уже полностью компетентны, они уже уходят. И поэтому мы опять начинаем работать с новичками, скажем так. Ну, с другой стороны, все развиваются, как бы. Вот смотри, то есть ты сейчас затронул эту тему, наверное, я так думаю, что многих это интересует. Хорошо, твое личное мнение или чем ты руководствовалась, когда вот вы работали на канале, ты говоришь, есть самое главное выбрать продакшн. Какие основные критерии для, ну, при выборе продакшна? Я так понимаю, вы же, ну, как бы канал, который работает, ну, как я думаю, все-таки с другой, одна компания работает с другой компанией, да? Как бы, соответственно, наверняка есть какие-то, ну, не вполне очевидные, кроме там сценариста и идеи, какие-то факторы, при которых вы принимаете решение. Конечно, не всегда важна идея. Я всегда говорю, что идею, там, пока я работала на 31 канале, я всем это рассказывала, в день звонит один продакшн, который говорит, у меня есть идея. И когда ты говоришь, пожалуйста, напишите об этом и сделайте презентацию, 50 процентов сразу откидывается. Из этих 50 процентов еще 90 процентов делаем, ну, когда ты говоришь, сделайте нам расширенный синопс или напишите хотя бы одну серию, один эпизод, то есть 99 процентов уходит, остается один единственный продакшн, который может все это дело сделать, потом прийти, защититься и рассказать о своей команде. При выборе продакшна, ну, и сейчас, да, на телеканале Алматы и на 31 канале в первую очередь обращаю внимание на, ну, я всегда это беру на адекватность, на репутацию продакшна. То есть какой-то психотерапевт сидит? Не тоже психотерапевт, это репутация продакшна, потому что мы же все знаем, ну, у нас очень маленький рынок, очень мало людей, которые работают на этом рынке, и ты обо всех все, в принципе, знаешь. Потом хорошая сцена. А, еще важно. Если можно на репутацию остановиться, примеры ты можешь привести, что такое, что может быть, как сказать, репутацией студии? Репутация студии, это провалили проект, не сдали вовремя, не сдали вовремя, потом накосячили, там, не сдали то, что ожидал канал. Их все проекты на других каналах провалились. Провалились, это уже они сдали? Ниже доли, ниже ожидаемой доли, не заплатили людям. Вы на это тоже обращаете внимание, да? Конечно, продакшн, куда он делал деньги, если не заплатил? А, понятно, куда он делал ваши деньги? Ну, деньги, которые вы должны были заплатить людям через них, да? Да. Потом, опять-таки, вот из таких вещей складываются вещи. Да, понятно, да, репутация. Потом ты обращаешь внимание, для меня всегда было важно, что человек, который приходит, презентует компании, он что-то делает своими руками, там, он продюсирует, он либо сценарист, либо он режиссер, да, режиссер. Иначе, знаешь, просто пойти, и я создал компанию, а всех людей наберу, это чуть-чуть всегда важно, чтобы была сформированная команда, которая работает из проектов в проект, или есть ключевые люди, с которыми ты всегда сотрудничаешь. Я всегда обращаю на это внимание, а не так, что мы под проект соберем, я этих людей не знаю, или там, я сейчас возьму заказ, отдам еще кому-то, а сам поеду на мотивы отдыхать. То есть, важен человек, который представляет компанию, он был в процессе. Ну, то есть, ты имеешь в виду, что... Либо он сценарист. Да, я понимаю, о чем, но ведь есть же какая-то роль продюсера, ну, я сейчас, как бы, не зачитаю, я там, условно, какую-то роль играю, ну, это же тоже его работа, да, там, ну, собирать людей. Но он должен быть продюсером проекта, а не просто компания, знаешь? Все понятно. То есть, не просто директор студии, который взял проект и отдал продюсера, а именно сам принимает участие в проект. Я еще, видать, наивные некоторые вещи, некоторые вещами не сталкиваются. Есть такое тоже. Когда человек получает, ты веришь этому человеку, он хорошо презентует, он, ну, как бы, у него все хорошо, но он может отдать проект продюсера и сам потом ты его не можешь найти. Вот, два момента. Хорошо, команда, да, то есть, первая адекватность, второе, это, получается, репутация, третье, ну, какая команда будет делать этот проект, то есть, какие люди делают этот проект? Да. Оценка продюсером проекта, то есть, он должен правильно оценить, ты же понимаешь, там, за какое время снимается сериал, за какое время снимает, там, пишется сценарий, за какое время монтируется. У телеканала уже есть большой опыт, и он знает, так или иначе, все сроки. И когда приходит продакшник, говорит, мы это все сделаем за полтора месяца, или, там, за очень короткий срок, ты начинаешь сомневаться в этом продакшни. Ну, это к первому адекватности? Да, к первому адекватности, потому что ты понимаешь, не потому что человек, он не верет тебе, он просто не понимает и так думает, он, может быть, не понимает какие-то технологические особенности того или иного проекта. Слушай, ну, вот такой еще вопрос, который тоже вызывает у нас споры, в комментариях сейчас у нас к последнему видео. Вот есть такая, грубо говоря, схема. То есть, есть человек, ну, как ты говоришь, с идеей, например, ему удалось достучаться, например, до тебя, до исполнителя продюсера канала. И он рассказывает идею, которая, там, например, классная. Ну, вот есть такой путь, и потом вы, я не знаю, делаете какой-то там, может быть, там, зовете его, смотрите, может быть, у него нет опыта продюсирования, но у него очень классная идея, ну, там, грубо говоря, поддерживаете его, там, ну, я не знаю, там, что, подсказываете, как у продюсера нанять и так далее. Или же второй путь, что вот такой же человек с классной идеей, по идее, там, должен прийти, грубо говоря, продакшн-студию. А уже продакшн-студия должна работать с каналом. Ну, то есть, это немножко две спорные такие вещи, потому что работает и та, и другая схема, да, мы же знаем, там, какие-нибудь клан сопрано, что человек с идеей ходил. Да, понятное дело было, что он не с улицы, но у нас тут, как бы, пока не такая развитая индустрия. С другой стороны, мы понимаем, что, например, ну, ответственность физического лица, скажем так, за проект, когда он не делал еще такие проекты, ну, в том числе, там, не знаю, там, не принимал деньги, не организовывал процессы, там, и так далее, ну, как бы, канал, наверное, предпочитает работать с его лицом. Ты какого мнения больше поддерживаешь? Какому платформу? Не важно. На самом деле, форма сотрудничества, она не важна. Это юридическое лицо или физическое лицо. Да. Важно, что, если у этого человека есть просто, допустим, идея, и больше ничего, конечно, легче всего, там, если канал понравится идея, канал посоветует этому человеку, не как канал, а человек, посоветует человек, который придумал идею, скажет, вот тебе ребята, он сведет их и скажет, у него есть отличная идея, вы отличный производитель, они должны, вот вы, пожалуйста, поженитесь и оформите все как нужно, мы рассмотрим это для производства телеканала. Можешь понимать, что в нашем случае у человека амбиции, ну, опять-таки, как я уже говорил, он работает в парадигме Голливуда. Человек написал сценарий, ну, а он не написал сценарий, нет, это значит, Голливуд его взял и все, он уже все для него сделает, да, условно говоря. Есть ли его сценарий, есть ли его идеи, там, ну, там, Рокки, там, в Сталлоне сразу предложат 100 тысяч, чтобы ты его не писал, а он диктует, что я хочу сниматься. Ну, мне кажется, что, ну, по крайней мере, очень много молодых ребят, они... Ну, пока у молодых ребят нет опыта производства, пока они не произвели ни одной серии, ни одного телевизионного продукта, молодым специалистам надо научиться и сотрудничать с теми большими продакшн-компаниями, которые умеют это делать, понять кухню, понять механику, чтобы его прекрасной идеей не превратилась в что-то плохое, нужно работать с опытными продажами. Ну, все, слышал, есть мнение, хорошо. Теперь вот хотел поговорить... Потом я вообще считаю, что идея, знаете, нельзя бояться, что кто-то украдет твои идеи. Это такая, мне кажется, ну, что в этой весе, ну, как ты, если ты креатор, ты создаешь великолепные идеи, так, создавших 100, чем пусть, давай его реализуем с этими, чем эта твоя идея просто будет лежать. Я думаю, в основном, авторы, они будут очень, как сказать, болезненько, но я совершенно с тобой согласен. Я считаю, что если ты встал на этот путь, то у тебя идеи должно быть каждый день, если надо, по 10 идей. Понятное дело, что это не разработка полная со всеми, но идей у тебя должно быть много. Опять-таки, если это твоя профессия, если у тебя одна идея, это вышло случайно, классно, ну, это, как бы, такой вопрос, потому что, ну, все идеи, они же должны доведены до конца, чтобы они стали, ну, можно называть их успешной идеей. Ну, и по большому счету, я, честно говоря, мне просто присылают очень много, ну, без обид, но очень многие идеи заканчиваются тем, что, условно говоря, там, приставка по-казахски, ну, то есть, там, теория большого взрыва по-казахски, там, игрописцово по-казахски, то есть, вся идея заключается в том, что что-то сделать по-казахски, что-то другое, ну, как бы, или похожее. Вообще сложно в 2019 году очень сложно придумать какую-то абсолютно гениальную, уникальную идею, когда уже все придумано. Мне кажется, гениальное воплощение какой-то потенциальной идеи, это может быть. А придумать идею, это... Ну, которая перекроет все. Тем более, если у тебя до этого не было опыта производства. Когда ты производишь уже в течение 10 лет что-то, каждый год производишь, производишь, да, я, ну, как бы, верю, допуская то, что ты придумаешь это гениально, потому что прошел этот путь от начала до когда ты уже разрабатывал, разрабатывал. А когда ты ни с того не все утром проснулся и у тебя прекрасная идея, я, если честно, молодею. А если сторонники, вот, грубо говоря, такого подхода, первого скажем, они скажут, ну, раз, с другой стороны, как появится тогда... Ну, вот, как сказать, у нас же так немножко восприятие такое обывательское, ну, на телеке одно говно, как бы, да, это потому что, в том числе, такие месседжи где-то от министерства, в том числе, звучат. Ну, в том плане, что, вот, как бы, старые все делают не очень хорошо, нужно просто дать дорогу молодым, и если молодые придут, они сделают все круто. Понимаешь, как, не факт, что если молодые будут делать, это все будет круто. Если я верю в то, количество превращается в качество. Если ежегодно, там, в Казахстане производится 50-60 сериалов, то два из них будут крутыми, там, три будут крутыми, четыре, но не может быть, чтобы все производимое было очень крутое. И независимо, старые-то и молодые-то, но, как показывает практика, пока я не знаю такую историю, чтобы вот ниоткуда появившийся продакшн, первый проект, это выстрел, и, ну, такой бывает, выстрел один раз, а потом, чтобы это постоянно продолжалось, стало системой, как любил говорить наш, бывший, мой бывший в миллионде, это не наш. Я же уже не работаю на эту спектку, а Багдад Куджахмед, потому что профессионалы от таланта отличаются, а профессионалы отличаются тем, что они постоянно делают, регулярно делают хорошо, а так один раз быстрее, ну, там может. Я хотел бы вернуться вот к тому, что ты сказала, что, ну, давай сразу, может быть, опишем реальную ситуацию, то, что ты уже упомянула. Очень часто каналы, на самом деле, уже знают то, что им нужно, да? И они, по большому счету, ну, условно говоря, заказывают проекты и уже на каком-то уровне, ну, например, там, на уровне исполнительного продюсера. Тогда какая роль, грубо говоря, студии, продакшн студии? Роль студии заключается именно в том, что тебе ты просто понимаешь, что тебе, ну, я не знаю, как на всех остальных других каналах, вот на тех телеканалах, которые я работаю, канал точно знает, что ему нужно. Он говорит, нам хотелось, у нас есть слот, вот, допустим, какой-то определенный слот, и мы туда хотим ситкомы или сериалы мелодраматические. И мы знаем, что есть рабочая история, там, история про Золушку или бедный, богатый, принцы, нищий или что-то такое. И мы хотим историю мамочек. Ты студиям говоришь, что тебе нужно истории мамочек. И тут, на самом деле, самый важный момент, потому что все студии приходят с историями мамочек, у каждого, это же разные все. Кто-то пишет про студент мамочек, кто-то про 50+, кто-то пишет обязательно там про женщин, работающих на заводе, кто-то пишет про таксистов мамочек. То есть, и ты из этого выбираешь. Телеканал выбирает, советуется там с программным директором, с генеральным продюсером. И они понимают, что тебе нет, про таксистов тебе не интересно, про студентов. Тоже вот про женщин на заводе, возможно, тебя заинтересует. Роль студии здесь, что они расписывают тебе расширенный синопсис, и ты понимаешь, что там герои какие они, сколько им лет, как они будут вписываться в телеканал, в ценности телеканала и т.д. Ну, смотри, если мы берем, например, скажем, 31-й, у него примерно понятный какой-то проект, проекты, которые выходят, например. Вот вы проанализировали, вот аналитика перебила к тому, что вы решили, я не знаю, поэкспериментировать. Например, гипотетическая ситуация. Я просто ее радикализирую, чтобы было более понятнее. Понятное дело, что внутри этого не все так радикально. Например, вы решили на 30-м выпустить женский детектив, например. Вы выбираете это направление. Все продакшены приносят свои идеи. Вы выбираете вот этот продакшен. И после этого, например, вы предполагаете, что он, грубо говоря, зайдет, что у него будут высокие цифры. Но внутри мы понимаем, что это эксперимент, в принципе. И, например, разделяете ли вы ответственность за то, что, например, он может не зайти? Конечно. То есть, что это есть направление, что оно может не зайти. Никогда в жизни не было на этом канале детектив, на одном из каналов. Если никогда не смотрели на этом канале детектив, конечно, это стопроцентное разделение ответственности. И это всегда, даже если это не эксперимент, канал всегда разделяет ответственность продакшеном за итоговый результат. Потому что канал участвует в проекте от начала до конца, а не так, что он просто отдал и ждет, когда ему дадут готовый результат. Ну вот смотрите, если мы встанем на место продакшена. Например, 31 канал – это частный канал, коммерческий канал. Соответственно, им нужны цифры, у них отдельно по бюджету и так далее. Ну, скажем так, есть коммерческий канал, который трепетно относится к цифрам, скажем так. И, например, есть продакшен, который соответствует всем этим пунктам, которые ты перечислил. Репутация, адекватность, сценарист, команда, все. У них все есть, но это их первый проект по идее. Что бы ты посоветовал? У него такая дилемма, например. Он предложил идею, например, про мамочек, вы ее одобрили. Но, например, у него такое мнение, что он не зайдет, мы все можем сделать хорошо, вам нравится все. И вообще сам проект классный, но он может не взять цифры, например. И у него предполагаемая такая, как сказать, модель поведения. Понятное дело, что вы разделите ответственность. Но если не зайдет, скажем так, то вероятность того, что с ним там заключит еще контракт, на что он рассчитывает, например, то будет очень низкая. Нужно ли ему, что ему нужно в этом случае делать? Просто стараться? Нет, не просто стараться, я всегда говорю. Если продюсер сомневается... Ну, сомневаться в цифрах, не проект. Ну, хороший проект, на самом деле, работает везде. Ты убеждена, да? Я не верю в то, что для этой аудитории не зашло. Когда мы говорим о больших проектах, о больших сериалах, если это хорошо, это работает на всех. Если это работает только для какой-то аудитории, значит, проект... Есть вопросы, скажем так. Поэтому, если продюсер уверен, что он делает гениальный продукт, что он уверен, что там отличный сценарий, все сделано хорошо, то он будет работать. И если сделала правильное... Вот предварительно вы смотрите проект, он еще не вышел в эфире. Вот вы смотрите и считаете, что он вообще супер, классный. То, что вы хотели, может быть, даже лучше. А потом он выходит, ну, не такие... Я не говорю, что это провал, то есть некрайности. Ну, например, той доли, которую вы ставили, он не дотягивает, например. Значит, надо подумать о том, насколько правильно ты умеешь оценивать продукт. Ага. Если ты думаешь, что это крутой продукт, а он не показывает цифры... Да. Ну, это же не всегда, мне кажется, реально. То есть, может быть так, что классный проект, который не зайдет людям, разве не может быть такого? Ну, вот, например, я сейчас как пример приведу. Я понимаю, что на 31-м таких вариантов нету. Ну, например, там, вот, боевик, давай в общем порассуждаем. Там, мужские истории про стрельбу, которые все хотят, скажем так, снимать, да, но они очень плохо смотрят. Но, тем не менее, голливудский боевик на любом телеканале идет хорошо. Ну, да. Это вот ответ на вопрос. Вопрос жанров тоже там, ну, это же короткая история. Ну, как, почему? Это же все зависит. Ну, зритель готов смотреть хороший продукт. Боевик, да, например? Да. Хороший боевик. Вот идет голливудский боевик. Да. Великая в мелодраматическом телеканале. И он идет прекрасный. Будет идти прекрасно. То есть, имеешь в виду, что плохо сделали боевик просто. Скорее всего, да. То есть, ну, ты имеешь в виду, что интерес зрителей и рейтинги, это все тоже одно и то же. В общем-то. То есть, в целом, одно и то же, да. Или там, если это всем прям отбросить, это выложи на YouTube проект. Да. И ты посмотришь. Если он набирает 5 миллионов просмотров или миллион просмотров, конечно, ты сделал хороший продукт. Ну, это вот интернет, ну, YouTube зрителей, да? Ну, это практически… Ты не делишь их, да? Ну, я их не делю. Если он хороший продукт, он работает хорошо и там, и тут. Понятно. Не бывает так, что это не для YouTube аудитории или это не для телеканала. Как ты относишься к тому, что сейчас ситуация выглядит таким образом, что весь сериальный… Ну, грубо говоря, если завтра, Министерство информатизации… И общественного развития. Да, общественного развития решит, что сериалы не нужно, как сказать, датировать, да? Ну, просто не нужно. Просто как формат, он не нужен, ну, либо должен быть частным образом решен. Ну, по моему предположению, это было бы там, ну, там, 2-3 проекта вместо, там, тех же 60. А ты считаешь, что эта ситуация вообще… Как ты к ней относишься? Здесь двоякое. Да, я скажу. Первое. Очень хорошо, что «Миор РК» выделяет огромные деньги на производство сериалов и как-то рынок развивается. Да. С другой стороны, я думаю, если бы каналы производили это за свои деньги, то это было бы другой уровень качества. Расскажу почему. Да. Потому что «Миор», когда производится, ну, заказывает сериал, это делается за очень короткий срок. Очень-очень короткий срок производства и выхода проекта в эфир. И, соответственно, не у всех… В рамках года, да? В рамках года, да? В рамках полугода даже. Получается там, что весна, они уже… Весна, они уже… Весна, они уже… Весна, как все закончится. Это лето у тебя на производство, осень на постпродакшн. Все. У тебя нет возможно… Вот недавно, кстати, посмотрела я интервью российских производителей сериала. Один из них говорит, что успех – это то, когда у тебя есть возможность переснять что-то. Да, да. А у нас даже нет возможности… У наших продажных, у телеканалов иногда даже нет возможности переписать сценарий. Потому что у тебя все сроки. Ты написал один… Первый драфт… Первый драфт… Первый драфт… Второй драфт… Все, дальше у тебя… Ты не можешь месяцами сидеть, дорабатывать герои, какие-то сюжетные линии. Да. А потом ты быстро заходишь на продакшн, ты смотришь сериал и хотел… Возможно, тебе хочется переснять какие-то моменты, переписать герои, переозвучить. Но у тебя нет на это тупо времени. И ты это выдаешь в эфир. У тебя нет времени на промо, на маркетинг, потому что ты озадачен тем, чтобы сдать все вовремя в эфир. А когда телеканал будет это делать за счет своих средств? А он делает это заранее. Бюджетируйте заранее, он выделяет деньги заранее. Там он может… Вот примет сериала «Женатики», который когда сериал писался больше… Ну, в течение года. То есть он переписал, он полежал, он написался… А как это… А вы договорно сценарий заключили? То есть отдельно, да? Нет, он полежал на полке. Через полгода к нему вернулись. Там продажа Сабит Рахимбаев его полностью переписал, поменял начало, поменял конец. И как результат мы видим прекраснейший продукт, который набирает высокий рейтинг, как на телеканале, так и на YouTube. И я думаю, что вот сериал «Базарбаевтар», который произвел 31 канал, долгий подготовительный период. Кстати, это делал Норван Коэнбайев. Долгий подготовительный период. По всем канонам снятый фильм, именно по производству. Сделали декорации, всё в одном помещении, построили его. И снимали там выход не по 15 минут в день, а короче. И, соответственно, потом его отсняли, смонтировали, подождали. А теперь готовимся к промо. Подготовились к промо там в течение полугода. И подготовили слот, нашли слот, промоутировали. И он зашёл. Я к тому, что, конечно, то, что Мьер выделяет деньги, это очень круто. Но то, что он выделяет это в рамках одного года, это чуть-чуть влияет, безусловно, на качество. Ну, я тоже об этом говорил, когда делал видео «Пять проблем. Краснодарских сериалов». Я говорил о том, что двухлетнее бижутирование – это то, что должно быть на каналах. Наверное, тяжело всю систему переделать. Почему же? Мьер делает… Ну, насколько я знаю, наше министерство работает. Они пытаются удлинить эти сроки. Я имею в виду, что система госзакупа работает… Это не госзакуп. А, это не госзакуп. Это не госзакуп. Это другая система, поэтому она такая гибкая, и министерство в этом не работает. Мне кажется, можно поделить на две части просто. Первый – закуп сценария. Ну, не закуп, скажу, как правильно назвать, да? Договорный сценарий. Второе – производство, например. Ну, и тогда будет время на написание сценария, которого тоже нет. Ну, чуть больше просто срок дайте на производство, и все произведут хорошее. Ну да, могут снимать весной, могут снимать зимой, а также снимают летом, по сути. И, конечно, людей-то немного. Да. Их всех разбирает. Да, да. Слушай, ну, смотри, коммерческие каналы, мы предполагаем, ну, там, в тенге 2-3 миллиона – это максимум, что они могут себе позволить, потому что, ну, чтобы отбиваться рекламными деньгами с тремя показами, да? Смотрите, как. Ну, сериальное производство, оно, в принципе, выгодное производство для телеканала и для продакшен, мне кажется. Для телеканала, потому что сериал имеет, в отличие от других проектов, многократный показ. Да. То есть он рассчитан на 10 лет, на 15 лет. Его можно, там, раз в год или два раза в год показывать, показывать, и он тебе будет приносить доходы от рекламы. Ну, для продакшен – это, в данном случае, это короткий период, они отсняли, получили деньги, потом они, если им принадлежат, права не могут продавать, если они принадлежат, там, если отгрузили, снимаете следующее. Это такое линейное, постоянное производство. Стоимость сериала сейчас зависит, опять-таки, от продакшена, от съемок, от жанра. Мелодрама ли это, ситком ли это, там, снимаете в трех локациях или ты летаешь по всему миру. Ну, да, в этих деньгах, потому что у канала же, кроме того, что он платит продакшен, есть еще и другие расходы, обслуживание этого сериала в рамках телеканала, там, начиная от… Негального продюсера заканчиваете травами. Да. Все расходы ложатся… Ну, то есть, я имею в виду, что рекламные деньги, то есть, условно говоря, рекламный рынок сейчас таков, что производить дороже невыгодно, да, каналу? Ну, нет, больше могут, невыгодно, знаешь, с точки зрения рекламы, да, все, опять-таки, говорю, вот, например, сериал «Базарбайф» на 41-м канале показывали больше тридцати раз. Соответственно, он отбил все свои деньги давным-давно. Все зависит от качества. То есть, вопрос в том, что руководство должно поверить в этот продукт и его планировать на 10 показов, на 15 показов, на 20 показов. А если ты планируешь только на один показ, конечно, он будет дешевый. Угу. Если ты планируешь его больше и больше показывать, то, соответственно… А как ты относишься вот к этой ситуации? Ты уже тоже упомянула об этом. А что есть у нас прецеденты, когда есть разделенные права, ну, продакшен и канал? Как ты вообще к этому относишься? Потому что, ну, вот… Если канал полностью его финансирует, то права должны принадлежать телеканалу. Если продакшен говорит о том, что я вот хочу с вами вместе произвести, я беру на себя 50% расходов. Вот смета, вот ты платишь 50%, я беру на себя 50%, давайте поговорим о разделении прав. Я думаю, что это… Ну, этого еще ни разу не было. Как ты думаешь, почему? Ну, были телевизионные проекты такие на моей практике. Ну, то есть с включением спонсоров или нет? Нет, когда продакшен брал на себя расходы, и он… Ну, это уже его проблема, как он эти деньги окупал. Но потом права разделяются. Там есть при дистрибьюции или при продаже формата… Ну, скажем, в сериалах это же, наверное, более вероятно, потому что, как ты говоришь, это может 10 лет, и, например, канал показывает его… Ну, как в России, там, в Украине… Они показывают три года, условно говоря, там два года, три показа… А потом отдают на дистрибуцию, да? Потом права все отдают… Все уходят в студии, все права на этот контент… Да, на дистрибуцию, и канал потом они могут и делиться, кстати. Но это все-таки, опять-таки, к разделению расходов. Нельзя просто так, знаешь, отснял, а потом еще и на права прикидывать. Нет, конечно. Если ты вкладываешь… Ну, я просто, мне кажется, когда вот мы разговариваем… Опять-таки, это не может быть, пока сериал финансируется МИОР РК. Все хотят создать библиотеку прав, и они вот эти вот права, ну, не хотят делить. У меня такое, как сказать, личное, субъективное впечатление, потому что, ну, например, каждый канал… Я просто сужу по Ютубу, например, да? То есть сейчас все выкладывают в Ютуб. Одно время люди не выкладывали в Ютуб канал, они считали, зачем они смотрят в Ютубе, пускай заходят на наш сайт, повысится посещаемость нашего сайта, либо еще в какое-то место там, да? Потому что, ну, как бы, было какое-то такое, как мне кажется, желание, ощущение, что обладают каким-то очень ценным контентом, ради которого люди могут, там, я не знаю, там, ходить, искать, там, смотреть и так далее. Но в итоге все равно все, как бы, сейчас, ну, не все, выкладывают на Ютуб. Времена настали другие. Да. Ну, я имею в виду, вот это, мне кажется, является препятствием, потому что это же, может, даже не вопрос денег, а вопрос того, что, ну, вот, я сейчас с руководителем канала, я хочу, чтобы я собрал всю библиотеку прав, зачем мне, там, условно, да, там, на 40%, ну, там, нужен Коля здесь, да? А вдруг это будет, ну, я не знаю, крутой контент? Ну, а вдруг, а вдруг не будет. Ну, да. Поэтому, мне кажется, это вопрос только переговоров. Угу. Если есть конкретное предложение, есть конкретный, там, кейс, ты уже просчитанный, рассчитанный, ты, Диман, когда ты приходишь и говоришь, а мы будем делить права, я уверена, что любой телеканал скажет, нет, не будем. Да. А когда ты приходишь с конкретным решением, с конкретными цифрами, там, ты говоришь, через три года я продам вот этому, вот этому телеканал, мы заработаем столько, столько денег, вы получите 50%. На ютубе я раскручиваю, я получаю деньги, я с вами делюсь, опять-таки, и при этом я всегда обязуюсь, что при, как это, то есть, когда я показываю сериал, всегда будет появляться ваш логотип, и он будет позиционироваться. Да, ты говоришь по ситуации, когда, например, 50 на 50, они показывают, я не знаю, там, мы где показываем, мы нигде не показываем, да, получается. Ну, то есть, 50 на 50, ну, то есть, когда просто двигаемся вместе. А если, то есть, ситуация, ну, это такая штука, которая, двигаемся вместе, она зависит от, не добрососедских отношений, скажем, от добрых отношений руководителей. Это зависит от условий договоров. Если мы сейчас договорились с тобой, завтра договоров. Да, ну, скажем так, вместе обладать правами, когда вы, ну, вы являетесь основным бродкастером, скажем так, да, каким образом, там, мы получим, там, половину наших денег, если мы, например, 50 процентов финансируем, вы показываете на канале, где я показываю. Вот вопрос в этом. Вот, и поэтому форма, когда, когда вы показываете, вы, первые права у вас, а потом права у нас, ну, грубо говоря, все права. То есть, через два года у вас нет в библиотеке прав. Телеканал должен отбить эти деньги. Да, конечно. И он вам не может отдать права полностью, пока он не отбил. Ну, то есть, это вопрос только экономики, да, вопрос математики, да? Вопрос только денег и математики. Здесь нет, я не думаю, что телеканалу нужен проект ради библиотеки. Ну, если он хороший, почему нет? Да, ну, просто ради того, чтобы, ну, это же ему нужно для того, чтобы показывать. Да. Показывать там для того, чтобы генерить какие-то показатели. Ну, смотри, сейчас есть разница между бюджетами частных каналов и государствами. Да, государственных больше, говорят. Государственных больше. Ну, я могу тебе экспертно сказать, что государственных больше. Как ты относишься к тому, что вот люди все-таки говорят, что государство выделяет огромные деньги? Кто считает, что тоже это огромные деньги? Да, я считаю, что это огромная, ну, я считаю, что это хорошие деньги. Ну, смотри, если мы говорим, например, про частные забыли, а у них меньше бюджета. Если мы говорим, например, государственные, которые варьируются от 10 до 15-17 тысяч долларов за серию, ну разве можно это назвать какими-то огромными деньгами? Нет, я не говорю, что... Ты имеешь в виду в общем массе. Я имею в виду уже относительно другого. Конечно. Не говорю, что это в абсолютно... А как ты относишься к тому, что, например, ну, я так предполагаю, есть какое-то... Так стоит производство так, понимаете? Да, стоит производство. Как бы это же не может сам по себе рынок формироваться. Конечно, если, типа, конечно, 15 тысяч долларов за серию, это не огромные деньги. Но за эти же деньги производится продукт. То есть за эти деньги производятся неплохие проекты, неплохие сериалы. Соответственно, это все, там, люди так стоят, техника так стоит. Они там, конечно, за эти деньги нельзя произвести... Ну, что-то, что можно продать за пределами страны. Ну, то есть, получается, можно ли констатировать факт, что, грубо говоря, когда люди говорят о громадной деньги, они имеют в виду общую сумму, выделяемую на этот проект. Потому что если бы это были, условно говоря, миллиарды, которые вложены в два проекта, это были бы очень хорошие деньги. Но это в рамках рынка. Мы же, когда говорим большие деньги, мы говорим в рамках текущего рынка. Ну, вот у меня такое ощущение, что, я не знаю, это должна накопиться какая-то большая компетенция. Знаешь, не как в кино, когда люди там хотят какое-то сумасшедшее кино свое снять. Снять один крутой сериал, который, может быть, не нес каких-то ценностей великих в нашу страну, но который люди бы за пределами Казахстана, в том числе, можно было бы показывать. Самая сложная, как понять в том, что это будет круто, а не просто за те же 15 тысяч, грубо говоря, за 100. Да, это тяжелая штука. Поэтому, мне кажется, это процесс, который произойдет. Но в кино же как-то это происходит. В кино происходит, и в сериале это произойдет. Это вот степ-пай-степ оно само по себе будет сформироваться. С самого начала не накопилась еще такая компетенция. Как только появится один сериал, там вот те же самые жинатики, который произойдет в Кимбаев, он же очень хороший. Его можно смело показывать, если бы этим заняться, то можно показывать и продавать на другие рынки. Вот он, кстати, на русском языке. Вот это важный момент. На рынке, на нашем, не хватает русскоязычных собственных проектов. То есть все ломанулись на производить сериалы на казахском языке, и на русском языке их очень мало. Вот жинатики выстрелил, в том числе и потому, что, наверное, у него аудитория больше, что ли, шире. Больше. И он, я скажу, как только начинаешь говорить нашим сценаристам, что проект будет на казахском языке, они начинают писать какие-то диалоги из 80-х, 60-х, 70-х. Ну, на это есть две точки зрения, потому что я сталкиваюсь и с такими руководителями, и с такими заказчиками. Есть люди, которые сомневаются в том, что, например, ты хорошо понимаешь казахскую идентичность, например. И они боятся, что ты напишешь что-то, и тогда это переходит, знаешь, там такое... Литературный переход, да? Не-не-не, литературный, очень в такие, как сказать, ну сценарий невозможно, чтобы он составил из деталей. А тебе говорить про какие-то детали, то есть говорят, в этом сериале, понимаешь, например, может быть, там, я не знаю, ну опять разговоры про корпешки, про бабушек и так далее, понимаешь. Ну, как тебе просвещает, как будто ты этого не знаешь, как будто ты живешь, ну, не в Казахстане, или живешь в Казахстане, но в капсуле, знаешь, с одной стороны. С другой стороны, какие-то такие детали, которые ставятся, ну, под вопрос. И этим деталям уделяется больше внимания, чем, например, сюжету. Сюжет. Да. Но еще важно, чтобы герой говорили на том миске, на котором говорят их зрители. Когда они говорят литературными словами, конечно, зритель это не цепляет. И этого чуть-чуть, мне кажется, не хватает сейчас. Да, согласен. Ну, мы же понимаем, почему. Потому что весь вопрос в том, что казахоязычных сценаристов, то есть мало сценаристов, казахоязычных сценаристов очень, ну, вообще мало. Очень мало. Ну, с нами сейчас будут спорить, как мы казахоязычные сценаристы. Я готов спорить, я готов, потому что, ну, я уже это из видео видел, да. Вопрос в том, что не то, что кто умеет писать, или кто талантливый и так далее. Мы же понимаем, что... Что их мало. Хоть как в Ризме, хоть на русском языке. Но сценаристов везде мало. Везде мало, конечно. Потому что это... То есть это не только в Казахстане. Да, конечно, не только в Казахстане. Но у нас просто еще тазахстаны разделенные, то есть русскоязычные, которых мало, которые пишут для того, и казахоязычных сценаристов мало тех, которые, ну, эта проблема, ну, она есть, как бы, и, ну, она может решаться только как-то. Кстати, у нас же, где у нас учатся сценаристов? В Жургейне? Нигде не учатся. Я, это такая большая проблема, я закончила журфак, у меня диплом журфака, и я решила пойти учиться на киноведа в Жургейне. Я хотела, точнее, пойти учиться, и я пришла в приемную комиссию, и мне сказали, что выпускники журфака не могут учиться в магистратуре в Жургейне, если это не факультет сценического искусства. А есть факультет сценического искусства? Ну, как актерского мастерства, это называется сценическое искусство. Я не могу учиться ни на режиссера, ни на киноведа, ни на сценариста, ни на ТВ-продюсера. Журналист не может работать на это, в смысле, получить образование ТВ-продюсера дополнительно в Жургейне? То есть он может на каких-то, наверное, других условиях, но пойти поступать на гранд-магистратуру, ну, по крайней мере, мне сказали в приемной комиссии, что не подходит по компетенции. Ну, вот это тоже такой вопрос, знаешь, потому что, с одной стороны, нет факультета сценаристов, нет где обучают, с другой стороны, ну, вот опять-таки, насколько, да, кто будет преподавать, это же, во-первых, такая очень быстро меняющаяся отрасль, во-вторых, нужно ли 4 года? Ну, нужно ли 4 года, наверное. Я согласен, что должно быть место, куда все эти сценаристы… Скапливать! То есть человек, то есть фильтр, человек решил 4 года посвятить себя изучению сценаристики, и он собрался в одном месте, и это уже хорошо. Ну, это очень круто, такая мотивация. Это уже такой фильтр, его можно уже на первом курсе брать, ты молодец, ты, не знаю, после первого, например, ты выдержал еще год. Вот, просто, на самом деле, то, к чему будут учить, это вопрос, ну, такой вот… Там, вроде, есть кинодраматурки, там, мне кажется, это сценаристы. Мне кажется, я, может, ошибаюсь, я не написал каких-то шедевров, но мне кажется, писать кино, изучить, как писать кино, я не буду там писать замечательное, изучить, как писать кино, это еще меньше времени, и больше времени надо изучить, как писать сериалы, но это тоже не 4 года. Весь вопрос только в том, что вот это вот базово немного, но тем, кто хочет писать сценарий, им надо просто это выучиться, и все. Ну, это же, видишь, история, они должны, знаете, должны знать историю кино. Почему? Как человек, может, никогда не смотревший, не знающий кино, может… Может, я думаю, ну, сериалы, он должен смотреть много сериалов, ну, это же можно какую-то задачу решить, в принципе, это же не, там, не, знаешь, там, не руку в этот, как его, как пчелом просовывать, да, там, что-то такое, ну, то есть, какая-то такая штука. Вот такой у нас рынок. Но очень радует, что большее количество, оно, как мы изначально говорили, повреждает качество, и чем больше, пусть МИОР вкладывает в это деньги, то есть, МИОР развивает отечественную продукцию, потому что мы видим, что на рынке на самом деле появляется очень хороший, личный сериал, ну, это делает телеканал Хабар, это делает телеканал Казахстан, КТК делает хорошие сериалы, ну, и это очень круто, это, возможно, только, ну, НТК делает, 31-й, это все благодаря тому, что есть государственная поддержка. Ну, то есть, смотри, ты считаешь, вот эту систему, просто чтобы для зрителей мы, то есть, у нас министерство, оно финансирует не только, грубо говоря, Хабар, Казахстан, ну, там, государственные каналы, да, ну, то есть, вернее, они не финансируют, они сами отдельно получают. Да, это конкурс, и любой телеканал, в том числе и все частные телеканалы, имеют полное право участвовать в этом конкурсе и выигрывать сериалы. Скажи, пожалуйста, вот твои отношения к, скажем так, тематикам, которые заданы министерством. Нормальная тематика, она вполне... Ты не считаешь, что это каким-то образом мешает проявить какие-то... Потому что все зависит от того, как ты подашь, как ты воспринимаешь. Если тебе говорят снять фильм, то что, например, про формирование положительного образа врачей. Ты же не обязан снимать все время положительный образ врача, да. Ты придумываешь такой сюжет, где герой так и иначе проявляет себя хорошо. То есть у вас никогда не было такого конфликта в том плане, что вы хотите и что, грубо говоря, от министерства? Ну, на самом деле это вообще не проблема. Я не считаю, что это проблема. Ты знаешь, я слышал одно мнение недавно в Киеве от одного сценариста, одной сценаристки, правильно ли я сказал. И она, наоборот, хвалит эту штуку. Она говорит, зато у вас можно написать какие-то темы, которые... Ну, условно, они пишут в рыночных условиях, да, что смотрят люди. А она говорит, ну, у нас, говорит, постоянно вот эта девушка из провинции и так далее. Говорит, вот эта история, говорит, а у вас, например, там школьная идеологема. Я могу написать про школу. Мне кажется, это хорошо. На самом деле, это не хорошо, не плохо, это нормально. Да. Это не мешает, это не должно мешать развитию производства и творческим людям. Это, наоборот, круто. Тебе не нужно придумывать. Тебе дали конкретное направление. Про школьников. Да. И это очень круто. Ты придумаешь только вокруг школьников. И помню, что наша вот эта вот история, когда мы делали про... Строителей. Да, про бригаду. Назвали бригаду про рабочую молодежь. И когда я... У меня единственное, что... У меня было внутреннее ощущение, то есть, опять-таки, для зрителей. Мы делали ситком. Это был тот случай, когда министерство выделило деньги, для приспевал канала. И мы делали там ситком, в котором должна была быть тематика про рабочую молодежь. Единственное, о чем я жалел на этом проекте, мне тогда казалось, что он... Жалко, что он не на русском языке. Я... Как сказать... Ну, у него были же высокие цифры, да? Да, высокие цифры, да. Я помню, и Багдад часто упоминал его. Да, и потом другие телеканалы его показывали. Да. Вот. Но он был на казахском языке, но мне было... Я немножко жалел, что он был не на русском, потому что мне казалось, что мы соберем такие же цифры. Но другое дело, что когда я приходил, например, к руководителям каналов и рассказывал про свой успешный опыт, ну, знаешь, не хватало личного восприятия, скажем так. Ну, то есть это что значит? Это значит, что, например, руководитель, например, если он не казахоязычный, ну, даже если он казахоязычный, он включает сериал, ну, он уже не был такой очень богатый, да, скажем так. И там люди в спецовках бегают, как бы в касках. Ну, там было все на сценарии, все было на актерской игре. Вот. У него нет личного впечатления, то есть его нет... То есть цифры он видит, да, но вот чтобы этот проект ему понравился, то есть он такой, да, на казахском языке, ну, там, у нас же очень много еще все равно визуально оценивают, да, то есть, ну, да, собирают цифры, но нету такого личного, то есть, да, он мне понравился. И я, потому что... Ну, это вообще не ваша проблема, это проблема тех руководителей, которые не смогли понять казахоязычный. Я понимаю, но у меня был тогда вопрос только в том, что, например, после этого ситкома я вообще не делал два года ситкома. То есть, условно говоря, был успех, и мне казалось, что я делал мелодраму, что угодно. Мне никто не заказывал ситкомы, но это было удивительно для меня. Ну, потому что ситкомы, на самом деле, заказывают только коммерческие, мне кажется, телеканалы. Нет? Ну, вот... Потому что ситком... Нет, 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 на каждом канале там есть... Да, есть слово ситкома. Потому что ситком, это с точки зрения коммерции, это очень выгодный продукт. Потому что его... Самый долгий же, на самом деле. Да, мелодрама такая больше одноразово-двухразовая история. Ну, вот тогда, вроде, мне удивительно, я два года делал другие проекты. Опять-таки, к вопросу, ограничивает ли тематика заданная министерства. Не, я согласен, что мы стали более изобретательнее. Это же бригада же, это же не про рабочие, мол, это же про отношения, в первую очередь, про любовь, про отношения. А рабочие, молодежь, это уже фон и такие условия, куда были загнаны эти герои. Не, я согласен, что в этом случае это была такая штука, когда надо было, как сказать, изобретать, и поэтому даже где-то лучше было, потому что, может быть, мы бы думали, сидели бы, там, вот здесь заданы обстоятельства, ты должен их что-то придумать. Ну, хорошо, понял, принято я такой взгляд на… Ну, в смысле, мы смотрим какие-то вещи и везде видим какие-то две стороны, да, обычно. Да. Да? Конечно, у всех есть свое мнение. Вот, твое мнение, как будет дальше развиваться вот наша индустрия? Индустрия развивается, и она будет развиваться, пока есть деньги, и пока есть деньги на телевидение. Да. Когда будут большие деньги на YouTube, и все перейдут на веб-сериалы. И в связи с тем, что телеканала, чтобы удержать зрителя, нужен только эксклюзивный контент, а эксклюзивный контент – это только собственное производство, телеканалы будут, чтобы оставить эти деньги, которые есть на этом рынке, будут вынуждены производить сериалы. Потому что сериалы, а, это выгодно, б, это то, что люди смотрят. Вообще-то, как вы уже знаете, в мире огромный бум сериалов. Бум сериалов – это уже переходит на уровень кино. Да. Снимают именитые режиссеры, именитые актеры, актрисы снимаются именно в сериалах. Поэтому мы не можем жить раздельно от мировой практики и мирового тренда. Поэтому, конечно, сериалы будут развиваться. Вопрос в том, как он будет развиваться, там, быстрыми шагами, или будет только количество, будет ли это качество. Все зависит от телеканалов и от продакшна. Если телеканалы решат, что они будут развивать это не просто в рамках сотрудничества с семьей, то, я думаю, что будет очень большой скачок. Именно в качестве. И потом будет формироваться культура ожиданий зрителями сериалов. Сейчас у нас нет этой культуры, когда все говорили, вот скоро выйдет сериал, там, вот эта актриса из сериала, там, вот, как бы, оно так сильно не развивается. Он постепенно, телеканалы будут в это вкладывать, как только они будут производить это за свои деньги, будут вкладывать большое промо, развивать это всю индустрию. И мы к этому, я думаю, придем безусловно. Это неизбежно, что телеканалы для того, чтобы сохранить деньги на рынке, они будут вынуждены производить сериалы. Как ты относишься к тому, что вообще сейчас каналы работают с аутсорсингами, компаниями? Ну, то есть практически ни один канал, ну, если не брать какие-то студийные телевизионные проекты, не производят сам. Ну, инхаус – это всегда дорого. Это только экономически, да? Да, инхаус – это дорого. Потом у телеканала уже не такое большое количество людей, которые могут над этим работать. Это не просто производство, это несет за собой большое количество других расходов. Там ты офис должен иметь, компьютер, интернет, связь, там, социальное страхование, еще налоги какие-то, фор должен брать. Конечно, потом этих всех людей же нужно обслуживать. Там их все время нужно загружать в стопроцентной работы, чтобы они были какие-то экономические выгоды. Ну, если мы не говорим, чтобы все люди, которые на съемочной площадке, чтобы были на зарплате, а если мы говорим, например, ну, все те же функции, которые делает продакшн, ну, раньше же, может быть, то есть, ну, то есть, например, оператором вы привлекаете, да? А вот там продюсерская группа, она вся каналом, например. Ну, я… Почему это не выгнал? Попробуй объяснить как-то по-простому. Это очень дорого. Это очень дорого, потому что ты хочешь брать на работу компетентных, квалифицированных, дорогих людей, если ты развиваешь ин-хаус. Да. Ты не можешь… Этого человека тоже надо, получается, заполнить работу. Конечно, заполнить его работу. Раз ты ему плачешь большие деньги, то он должен быть… Выхлоп должен быть большой. Зачем тебе развивать ин-хаус? Ты не можешь развивать ин-хаус с новичками. Да. А больших людей, ну, каких… Опытных людей привлечь очень дорого. Вопрос только денег. Ну, то есть, получается, что, в принципе… Ну, поправь мне, если я не прав. То есть, по сути, это… То есть, это человеку может быть сопоставим с руководителем канала по заработной плате, скажем так. Ну, не знаю. Ну, он дорогой однозначно. Потом, зачем? Это все тоже приведет к тому самому. Если ты все равно потом привлекаешь оператора, еще… Это, по сути, ты развиваешь его продакшн. И ты когда-то… Ты можешь ему дать три проекта, четыре проекта. А когда ты не можешь это… Этот человек, он не может уже сидеть без дел. И он идет на другой телеканал и говорит, вот у меня уже сформированная команда. Да. Дайте мне проект. Он может оставаться в шоте, но где-то там будет и блог продакшн производить проект. Слушай, ну, вот смотри. Вот у меня вот есть такое… Ин-хаус есть у нас на телеканалах, я знаю. Телевизионных проектов. Телевизионных проектов. Смотри, вот у меня такая… Как сказать, вот такое мнение. Давай, если ты не согласен, давай поспорим и как раз опробую мою версию на прочность. Ну, то есть представим, что вот если у меня на рынке каком-нибудь там русскоязычном рынке канал X, да, какой-нибудь есть, у него продакшн. То есть весь набор людей, ну, компетенции, которая должна быть и продакшн. Ну, понятное дело, что, можно сказать, это очень дорого, но если мы рассматриваем его как такой бизнес, да, как продакшн студия, например, он делает какие-то проекты, ну, или развивает, например, авторскую группу свою, что, в принципе, наверное, должны продакшн студии делать, да, вот мы как бы, да, ну, там, Акробек так это делает, да, там, вот еще несколько ребят. То есть на серьезном уровне канал может стать продакшном, который может, например, выйти на какие-нибудь русскоязычные рынки, скажем так, пока ограничивается языком. с проектами, которые будут делаться ими как продакшном, ну, например, и опробованными уже у себя на рынке внутри Калифстана. Я знаю одно, что выйти на зарубежный рынок, не только вот ближайшие зарубежные, там, центрально-азиатские, а на больший рынок, способно на сегодняшний кино. То кинопроизводители набрали достаточно компетенции, чтобы выходить на зарубежный рынок. Потому что за этим стоит день. То есть все хотят заработать денег, и они на это пойдут. Почему не может это сделать кино, ой, сериалы, потому что... Ну, не может, да, канал, да? Канал или потому что не видят в этом денег. То есть он понимает, что, например, продать сериал, да, допустим, даже если ты произведешь огромный большой сериал, ты его будешь продавать там а-ля сколько? Тысячу до трех тысяч долларов за серию. Кому продавать? Кому, ну, другим телеканалам. Да, хорошо. За рубежным. Да. В общем, давайте представим с точки зрения продукта, да? Представим, например, что есть сериал, ну, вот как в Украине, вот как Нюхач, да? Да. Который там стоит там 500 тысяч долларов, да? А мы скажем, например, хорошо, за 100 тысяч. Ну, готов ли тот же Бас вкладывать 800 тысяч? Нет, не говорю. Вопрос же, мы говорим о чем? Что может ли он, или может ли он произвести такой продукт? Хорошо, может ли он произвести такой продукт? Я думаю, что и Бас продакшн, и Большая восьмерка в лице Сабита Рахимбаева, и ПТО в лице Николая Пакки, все остальные, если будут такие задачи, такие деньги, они могут производить сериалы для большого рынка. Вопрос же… Спасибо тебе большое за такое мнение. Вопрос же в деньгах. Все упирается в деньги. Как только у него появятся деньги, он привлечет более дорогих специалистов. У него появится время 10 раз перечитывать сценарий, переписывать сценарий. Даже если он внутри своей команды… То есть ты имеешь в виду как креативные продюсеры, мы это сможем сделать? Но можем ли мы авторские сделать? Можем ли мы это сделать? Вот смотри, представим… Можем, можем, только нужно время. Смотри, вот есть такая антиутопия. Вот сейчас я рассказываю. Министерство решило не спонсировать сериалы. Все. То есть все вот кого-то перечислило, все мы занимаемся, не знаю, деремся за три сериала, которые за 2 миллиона дают частные каналы, например, или же вообще не деремся. В кино там уже и так такая сильная конкуренция, в которой мы не знаем, что мы делаем. Например, берет один канал и говорит, там Сабит, там Коля, там все ребята, Акала и так далее. Мы вас вообще не как продюсеров вообще приглашаем, просто сделать, условно говоря, такой проект, который будет стоить 150 тысяч долларов. Не вам эти деньги, а мы на производство это пустим, для того, чтобы… Ну, это же декларируется, и завтра это будет. То есть, условно говоря, продать Netflix, вот наш проект про Казахстан. Это же возможно, гипотетически. Весь вопрос только творческий мы на цене сможем. То есть все эти ребята, все мы, которые занимались сериалами, мы идем не снимать кино, мы идем делать сериал просто гораздо более… Качественные. Вопросы СМИ, это же не то, что я начну больше зарабатывать. Дело же не в этом. Почему он сейчас не пишет? А он и сейчас может написать, дайте ему… Ты думаешь, что мы прямо… Вот мы и все эти ребята, в Казахстане можем написать такой высокого уровня. Только вопрос… Сразу. Вопрос же, как это, что значит сразу? Ну, сразу я имею в виду, что я думаю, что если бы двигаться в этом направлении, то есть через какое-то время, возможно, мы сможем снять. А прямо сейчас вопрос большой. Почему вам сядете? Прямо сейчас произвести, конечно, вы не сможете, но вы сядете, вы накидаете синопсис, вы перепишете, вы привлечете стороннего доктора, который почитает, скажет, что все плохо, переписывает. Почему сериалы стоят дорого там за рубежом? Потому что они готовятся к нему долго, то есть там они в течение года сценаристам и креативным продюсерам платят большие деньги, и они сидят на Мальдивах, могут переписывать, 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 переписывать. Да, я считаю, что у наших спецсценаристов, тех же, у тебя, у Сабита Рахимбаева, у Ахула, есть достаточная компетенция, чтобы написать очень хороший сценарий, очень хороший продукт и снять его очень хорошо. Дайте им эту задачу, дайте им эти деньги. Понятно. И дайте им это время. Все зависит же от времени. Ну, время, это, конечно, вообще больной вопрос, потому что иногда они, я сейчас постоянно, все говорят об этом. Все говорят, дайте нам осенью просто соглашение о намерениях с этим человеком, мы сами будем писать. Мы уже начнем писать. Писать, потому что зима пропадает всегда. Зимой можно писать, а все зимой отдыхают и думают, а что у нас будет весной? А ты разве не согласен с тем, что наши ребята напишут сценарий? Я согласен с тем, что, ну, я думаю, что, понимаешь, ну, просто обычно бывает не так. Ну, в смысле, опять-таки, это вопрос яйцо, когда, или курица. Обычно бывает направляющая сила, то есть продюсеры, скажем так. И если, единственное, вот мое мнение, да, вот опять-таки в нашем этом разговоре. Я думаю, что, во-первых, сериалы, в отличие от местного кино, они чем отличаются? Ну, в казахстанском кино узкое место – потому что невозможно привлечь для казахстанского кино какого-то зарубежа сценариста, который учат. Потому что ментал, потому что единственная фишка, которую берут наше кино, это ментал. Я с этим не согласна. Не согласна, хорошо. Давай сейчас в той части, в которой мы сейчас будем обсуждать кино, мы об этом поспорим. В сериалы нет. То есть есть человек, естественно, который ментально должен смотреть, но, может быть, задачи не стоит делать только для Казахстана, например, да. Вообще просто, она такая задача общая, универсальная – сделать классный сериал. привлекать кого угодно, и в любом, ну не в любом количестве, но тебе для полного метра тебе, возможно, нужно один или два с автора. А здесь может быть 20 человек, и вся эта компетенция, она приведет к спорам и так далее, но она будет работать на качестве, например, в сериалах. Но направлять это будут не продюсеры, которые маленьких компаний. Ну, опять-таки, если мы говорим про большой рынок, мы маленькие компании. А кто будет направлять? Должен быть человек, ну не человек, а организация, кто-то, у кого есть для этого ресурсы. А у нас на сегодняшнем рынке? Ресурсы, я считаю, есть у каналов. Вот единственный, кто может это делать, и тот, кто это сделает, я считаю, это мое мнение. Но канал все равно не будет это производить самостоятельно. Канал привлечет тебя, Сабита, или Ахлбеков. Ну, я про это и говорю. Ну, конечно. Поэтому я не... Ну, конечно, он привлечет нас. Конечно, он должен все это организовать, условно говоря, найти деньги, а не Ахлбеков скинуться со всеми и так далее, потому что мы этого не сделаем. Тлишком большие риски. Нет, я понимаю, о чем ты говоришь, что мы можем... Но он может не то, что сразу какой-то сериал начать. То есть это история продакшна. Любого продакшна возьми, мы начинали с какого-то там маленького проекта. Если мы говорим, вот есть большой рынок, вот здесь, например, какой-то коммерческий канал X, он крупный игрок, но на этом большом рынке он начинается, он как продакшн становится маленьким игроком. Но у него есть преимущество. Тогда, когда он продает, он накапливает компетенцию чем? Тем, что он, например, делает для внутреннего рынка, развивает авторов. С чего-то же они должны начать, эти авторы и так далее. Может быть, он соберет внутренних хороших авторов, но на этом большом рынке они начинающие авторы, скажем так. Возможно. И тогда, если он будет действовать как продакшн, а не канал коммуникации, который там рубится за доли, вот на этом внешнем рынке, я думаю, что единственная компания, кто это может делать. Но это должен быть такой, как сказать, направляющий продюсер-студия, который... Заказчик как канал. Да. Который может проверять, например, как узнать в Казахстане, сколько сценаристов, возможно, у нас никто не пишет детектив, возможно, это есть. Возможно, их можно научить. Как понять, откуда этих... Учить их, ну, вопрос, надо отобрать для начала. Для того, чтобы отобрать, что надо сделать? Мне кажется, нужно сделать какой-то небольшой проект и на нем пробовать этих людей. Учить креативного продюсера, креативный продюсер и главный реактор, который будет направлять этих людей. Потому что эти большие студии, они начинали именно с этого. Они начали адаптаться американским. Я не говорю о том, что... Я говорю о том, что на нашем рынке проекты для мирового рынка, точнее, на нашем рынке есть продакшн-студии и продюсеры, и сценаристы, которые могут делать продукт для мирового рынка. Вопрос это как к этому прийти, кто к этому приведет. Так вот я говорю, кто-то должен быть. И это мое мнение, что если телеканалы, ну, оно очень радикальное, мое мнение, если телеканалы этого не сделают, они, условно говоря, через какое-то время превратятся в радиостанции. И тогда, и тогда, глубоко, если они, как сказать, есть русскоязычные пространства. Если это телеканалы не сделают, то телеканалы умрут. Это должны сделать... Ну, они перейти с радиостанцией, которая будет очень... Либо это делает ОТТ-платформа. Да. Или там платформа, которая... Вот эта платформа, она, к сожалению, это же тоже набор компетенции. И тогда, я думаю, что у них нет шансов. У них нет, я не говорю, когда ОТТ-платформа, я не говорю, что это люди, которые работают в этой компании. То есть это в любом случае, это в любом случае производители. Неважно, какая-то банк, это телеканал, это платформа, это ютуб, или это... Все равно они придут к этим креативным продюссерам. Да, конечно, конечно. Как в этом сериале русский Netflix все равно самая классная профессия это креативный продюсер сериала. И этот креативный продюсер, эти люди у нас на рынке. Я считаю, что есть. Семь, расскажи, пожалуйста, про кино. Вы сейчас, так понимаю, сейчас я новая глава жизни, такая очень интересная, тебя вдохновляет, да? Ты сейчас работаешь кастель и продукты, занимаешься пиаром, кинопроекты, которые делают нованку, инбайв, да? Скажи, пожалуйста, об этом... Кино, на самом деле, я считаю, что это самый перспективный рынок на казахстанском рынке в сфере индустрии развлечения. А, потому что, если отследить там какой-то период, то очень большой рост, то есть динамика роста очень высокая. Рост чего? Рынка. Рынка в деньгах или в количестве? Рынка. Рынка именно в сборах. Ну, что поражено, соответственно, это следствие того, что выросло количество и качество. Максимальная емкость рынка? Сколько можно максимально собрать, например? Ну, рынок около от 15 до 19 миллиардов тенге. Рынок, весь кинорынок. А, нет, в сумме, да? А один проект сколько может собрать? Один проект может собирать до миллиарда тенге. Вот Нурлан, последний фильм Нурлана, бизнес по-казахски в Африке они собрали около 800, около миллиона. Около миллиарда, 800 миллионов тенге. это пока лидер проката среди отечественных фильмов. А при этом и среди общего рынка это занимает то ли третье, то ли четвертое место. Среди всех фильмов, которые были в прошлом году в прокате, это там после Мстителей еще какого-то там. Аватал у нас был лидер. Не, я имею в виду в рамках года. А, в рамках года. В рамках года Мстители, еще что-то и потом бизнес идет. Это вот такие деньги. Это очень интересный рынок, перспективный и там развивается с 7-ми милыми шагами. Мне очень интересно. И его производство. Я, ну, как бы это для меня вообще абсолютно новая сфера, не смотря на то, что я была так или иначе в производстве, все равно это новое, но более медленное производство. вы теперь 12 минут не снимаете в день, да? Да, 12 минут конечно никто в день не снимает. То есть здесь есть очень много нюансов. И вот к вопросу хочу сказать, что работает только ментал. Я с этим абсолютно не согласна. Да, я утверждаю. А если проект интересный, качественный, не всегда работал, как бы сейчас, мне кажется, чуть-чуть продакшен начинает уже продакшен уходить от этого. Если в прошлом году, позапрошлые годы все говорили, все снимают только про ТОИ, а в этом году я анализировала, что нет ни одного проекта, связанного с ТОИМ и с Килинкой. То есть один фильм, который выйдет в последующем году, это Нуртаза Килинка-Садинка. Все остальные фильмы уже не про это. Хорошо. Давай больше про ментал. Да, я утверждаю, что ментал, но хорошо, тогда весь вопрос только, что мы подразумеваем в этом слове. Мне кажется, вот смотри, мы берем мстителей, берем вашего, например, бизнес по-казахски в Африке. Ментал я не подразумеваю только то, что про ТОИ, и так далее. То есть какая-то очень казахская тема. Но мы же понимаем, что, например, вот есть мстители фильм, если мы берем бизнес по-казахски, да, вот написан сценарий, убираем оттуда все, что касается нас, граждан Казахстана. Например? Ну, героев. Например, берем каких-нибудь американских героев, неизвестных, ну, скажем, ну, или как для чистоты эксперимента, я не знаю, российских, каких-то актеров, которые в этой же ситуации, например, оказываются, там, где там, в Африке. Вот россияне в Африке, и мы показываем этот фильм. Ну, мне кажется, он не соберет 800 миллионов. Смотри, там же история именно сработала история африканская, потому что мы показываем африканцев больше. Нет, мы рассказываем историю, как казахи попали в Москву. это же имеет значение. Нельзя сравнивать мстителей бизнес по-казахски, потому что это разный. Ну, Жан, давай сравним. Нет, я имею в виду, что если мы можем сказать... Почему они стоят на один уровень, например? Это может быть россияне в Африке. Африке, мне кажется, не соберут у нас столько. У нас не соберут столько. И американцы в Африке тоже соберут. Я имею в виду, смотри, вот есть два продукта. Что позволяет этому продукту по сборам в Казахстане быть сопоставимым сценарий? Ну, вопрос же, да, мстители, вопрос сценарий мстителей и сценарий бизнес по-казахски. В общем, я имею в виду. Съемка, но здесь все плюсы. Здесь только то, что это наша местная история. Это про нас. Но смотри, не все фильмы про нас. собирают 800 миллионов. слушай, я согласен. Я согласен. Нет, я не говорю, чтобы давай про нас и сразу 800 миллионов. Конечно, там хорошая история, есть узнаваемый герой и так далее. Это, во-первых, франшиза и так далее. Нет, я согласен с этим, но я имею в виду, смотри, если мы убираем оттуда это, понимаешь, все-таки все остальное, хороший сценарий, он не становится сопоставимым с этим. Вы же не предну. Я не думаю, что вы утверждаете о том, что, например, вы по сценарию можете соревноваться с людьми по качеству сценарий. Я не говорю о том, что мы же говорим про успех именно бизнес по-казахски бабки и бизнес по-казахски в Америке, то они, конечно, безусловно, еще в 2015 году мы проводили исследование, мы говорим, 31-й канал проводил исследование, и там было результат, что казахи хотят видеть казахстанцев в эфире и хотят видеть современными. Ну, это и есть ментал, то, что я называю менталом. То, что я называю менталом. Мы наш спор начали с того, что когда я сказал, что я утверждаю, что у казахстанского кино узкое место это сценаристы. Это не значит, что это только казахи сценаристы. Это означает, что это должны писать сейчас, по крайней мере. Ну, если как бы, ну, ты считаешь, что не так, давай поспорим. То есть сейчас, мне кажется, это не получается узкое место, чтобы писать казахстанские кино, поэтому очень многие сценаристы казахстанские у нас востребованы сейчас, чтобы писать полный метод для проката. Это должен быть казахстанец, который понимает контекст. Соответственно, ну, мне так кажется, я из этого делал вывод, потому что основное преимущество этих фильмов это ментал. Ментал, мы понимаем, что это история, которая должна быть написана человеком, который понимает контекст. Это может быть русский, коллеги, казахстанец. прокатывать только в Казахстане, и ты знаешь, какие штуки заходят, какие штуки, и я к тому, что если у продакшна будет опять-таки задача выйти за рамки этого рынка и выходить на международный рынок, конечно, они будут писать так, как бы выходить на международный рынок, и уже не будет таких штучек, которые понятны только казахстанцы. То есть я к тому, что работает не только потому, что это ментально, а потому, что это хорошо написано, есть какой-то сюжет, есть любимый герой, есть понятные людям истории. Это работает, а не только ментальная штука. Я понимаю, что не только ментальная. Они же ментальная штука, это только часть каких-то движений. Ну, просто смотри, мне кажется, ситуация в кино, опять-таки, если я не прав, то мне скажи, очень высокая конкуренция. Очень. Любой проект, который выходит в прокат в любой стране, он соревнуется с американскими многомиллионными блокбастерами, за которыми еще есть огромный бэкграунд, промо мировое и так далее. Чем они от этого, как сказать, чем они борются? Это ментальный юмор, локальная история. Ну, и в России, и здесь. Ну, пока в Украине тоже начинается эта история. Конечно, все эти атрибуты должны быть. Но согласись, что если, например, сейчас казахстанцы напишут историю, я не знаю, про покорение Тибета нарвежцам, да, и это будет очень классная вроде бы история, она должна вступить, как сказать, в бой с американским блокбастером, который там сметает с Дисней, там и так далее, у маркетингов гораздо лучше. И поэтому, если ты не делаешь про наших, если это не юмор, это очень тяжело просто делать. Если ты работаешь на этот трамик. Ну, да, конечно. Соответственно, на других рынках еще тяжелее будет работать, потому что, например, если мы идем в Россию, возможно, мы лучше россиян понимаем, чем россияне нас. Потому что, например, для россиян-украинцев Казахстан какая-то немножко такая территория, которая не понимает контекста, и на самом деле у нас очень своеобразный контекст. Но это, с другой стороны, плюс нашим сценаристам, потому что они этот контекст понимают и они востребованы. Ну, то есть, в отличие от всех же сериалов, я не знаю ни одного проекта успешного, который бы написали бы сценаристы не из Казахстана, скажем так. Кино, я имею в виду, прокатное кино, которое бы было кассовым. Ну, то есть, пишут в киншер. Пока мы пишем для своих. Да, развиваются сценаристы. Что, в принципе, опять-таки, если говорить про сериал, наверное, не очень хорошо для сериалов, потому что те же авторы, они предпочитают писать кино, это такая парадигма. Вот, конкретно твой пример, ты пошла работать в кино тоже. Все хотят работать в кино, не знаю, в итоге, только я с Аклбеком останусь в телеке работать, принципиально не занимаясь кино, наверное. Я не занимаюсь принципиально кино, не занимаюсь принципиально кино, я просто, в отличие от тебя, я не вижу в этом какой-то большой перспективы. Самый перспективный, это я вам не могу понять. Если кино прикольно тем, что если телевидение, сериал, это такой гарантированный заказ, а кино – это авантюра, кино – это игра, то есть компании, там, инвесторы или продакшн или продюсер вкладывает туда деньги, и у него мотивация в 10 раз выше, чем у производства сериальщиков, потому что он должен отбить эти деньги. Если он сделает плохое кино, то он никогда не отобьет эти деньги, а сериал у тебя примут в любом случае. Если ты будешь говорить, типа доля, про нынешнее положение. А если мы говорим о перспективе, вот смотри, человек, который умеет делать крутые сериалы, и человек, который умеет делать, не, не, не то, что умеет, и человек, который умеет делать крутое кино сейчас, ну, в мире, я думаю, что все движется к тому, что этот человек гораздо более востребованным. То есть вот эти чуваки шоуранилы «Игры престолов» подписали на 300 миллионов, пока мы можем говорить проименитых режиссеров, но даже может быть у Спилберга, если не брать его бизнес с правами и так далее, а чисто за его работу, даже он, ну, как сказать, так неоплачиваем, как вот эти чуваки. Соответственно, это на любом уровне. Понятно, что не все 300 миллионов будут работать. поэтому я в этом вижу перспективу. если ты занимаешься сериалами, кино – это, ну, старый вид искусства. И мне кажется, что завтра он будет занимать роль в стриминге. Вот в кинотеатрах, я считаю, останется весь все, весь аттракцион. Смех, слезы и зрелище, да? А все классные фильмы, они перейдут все равно в стриминге. Но в стриминге полтора часа тебе дают, например, ну, там, 30 миллионов долларов, ну, по мировым масштабам, да, стриминг платит. Либо он, например, все равно за эти 30 миллионов долларов получает какую-то длинную историю, в которой люди прямо ждут продолжения. Ну, это, видишь, мировая проблема. Ну, в любом случае, сейчас даже в мире, в Америке, везде, ну, самый большой рынок – это рынок кино. Потому что не все… Ну, он уменьшится. Ну, пока… Нет, нет, в смысле, он не то, что уменьшится, он превратится в интертеймент. Ну, это все интертеймент, конечно, это все интертеймент. Потом ты, если мы говорим про кинотеатральный бизнес, это я не изучала, и не могу говорить. Но то, что неважно, где он будет зарабатывать, кино будет зарабатывать всегда. Он может на стриминге, может быть, в кинотеатрах, может быть, в телевидении. То есть он будет… Фильмы будут всегда зарабатывать большие деньги. Потому что это развлечение самое… Мне кажется, это… Ну, да, ну, ты сейчас говоришь, в общем, то есть получается в понятие кино входит там и сериалы, и полнометры, любая, любая игровая, как бы художественная форма. Ну, да, с этим-то трудно поспорить. Потому что… Я просто говорю между сериалом и кино. Да, компетенция, потому что для того, чтобы делать сериалы, это еще, ну, скажем так, не все изучено. А для того, чтобы делать кино, все изучено почти. Ну, то есть все знают, что как надо делать, вывесла просто столько там таланта и как это попадать там и так далее крутого написания. тем не менее, видишь, как, казалось бы, все все знают. Да. Сколько фильмов проваливается. Конечно. Ну, а сериала наоборот. То есть получается, люди смотрят столько же, а заказ производства в сериале два раза увеличилось. Ну, то есть, ну, в американской индустрии в два раза стало больше делать сериалов, хотя, ну… Все потому что появились деньги. Появились деньги, ну, на подписки, появились деньги и реклама в интернете. только деньги… Вот для стриминга у них им выгоден сериал больше, даже с 8-серийной… Хотя это, я не знаю, я где-то читала, я не помню где, что и ни Netflix, ни все это вообще не варжинальный бизнес. Да, конечно. То есть это только вливание денег. Да. А кино – это прибыльный бизнес? Ну, да. Ты работаешь в Костеле продуктивного на Коэмбайла, ты можешь утверждать, наверное, так, потому что, наверное, одна из самых успешных киностудий. Не одна, это самая успешная киностудия. Да, наверное, ты видишь это таким образом. Да, я на самом деле почитала, посмотрела, и я знаю, что, конечно, выпускается огромное количество фильмов, но, вот если считать, что в Казахстане 20 фильмов казахстанских уходят, то из них 5-6 фильмов формирует 80% сборов. Да. А все остальные, конечно, уходят. А ты считаешь, что как дальше будет? То есть будут крупные студии, останутся только? То есть не будет этих новичков? новички тоже, они всегда будут, всегда все, как только там выходит информация о том, что кто-то собрал большое количество денег. Сейчас ваши 800 миллионов, наверное, очередной виток с будоражей на рынке. И все люди думают, о, там появились деньги, все хотят вкладываться, продюсеры, бизнесмены вкладываются в кино и становятся такимися продюсерами. и для них это новая жизнь, новое творчество. И я думаю, что маленькие, не то чтобы маленькие, такие малобюджетные фильмы, которые собирают малые деньги, они будут всегда. То есть не так, что все станут большими и маленькие умрут. Нет, будут они всегда. Но смотри, ты же правильно получаешь, что ситуация такая, сейчас выходит в один период по три казахстанских фильмов, ну вот, предлагается зрителям, и что большие, ну, собирают, грубо говоря, давят маленьких, ну, маленькие бы в другое время могли бы собирать кассу свою. Они же все хотят на прайм-тайм, выходить в хорошее время. Да, вот, кстати, бизнес по-казахски в Африке вышел в новогодние праздники, да? Да, и в Африке он всегда выходит. Традиционно выходит в новогодние праздники собирают башу. большинство. А все, все фильмы франшизы были выгодны, в смысле, окупались и понесили прибыль. Асеть, большое спасибо за разговор. Мне очень классно получился разговор. Я считаю, что очень много, классно, что мы еще спорили, высказывали свои точки зрения, потому что, ну, я думаю, что в этом плане, в плане полезности, ну, по крайней мере, для зрителей и в том числе для меня самого, это было, ну, очень круто, и очень сконцентрировано, скажем так, потому что, когда вот мы просто встречаемся, пьем кофе, мы не всегда разговариваем только про работу. Много говорим и о другом. Да, поэтому спасибо тебе большое за время, которое ты нам увидишь. Спасибо, что пригласил. Хочу сказать, что, ну, всем начинающим, продюсерам, сценаристам, главное никогда не бояться, что у тебя кто-то что-то украдет, публиковать, говорить, озвучивать и не бояться. Я знаю очень много историй, когда люди просто писали в фейсбуке, а потом их привлекали уже в сценарий, потому что ребята вроде толково пишут, идеи хорошие, и так далее. Сейчас дефицит этих людей. А когда ты сидишь и боишься, что кто-то кто-то твой украдет, мне кажется, это ни к чему хорошему никогда не приведет. Потом идеи всегда витают в облаках, у всех людей может быть абсолютно одинаковые идеи. И если там все равно же, когда что-то произошло, все начинают думать, о, про это надо снять сериал, или снять кино. И все начинают писать об этом. Нам же информационное поле диктует, в любом случае какие-то идеи. Поэтому всем, я думаю, удачи. У всех все будет хорошо. Я надеюсь, вам понравилась беседа с Асель Таяновой. Мне лично очень понравилось, потому что мы и спорили, и обсуждали, и я надеюсь, для вас получилось очень познавательно, очень полезно и интересно. Это видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. Всем пока. Подписывайтесь, если вам это нужно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!